Добрый день. Поступил вопрос с просьбой рассказать о препарате Абитрептилин. Точнее вопрос звучал, какие максимальные дозы можно принимать и как их наращивать, но хотелось бы все-таки сказать пару слов про этот препарат. Дело в том, что судя по вопросу, человек, который его планирует принимать, принимает его не по назначению врача, иначе бы дозировки были расписаны, а по либо рекомендации знакомых, либо вообще по собственной инициативе. На мой взгляд, делать этого категорически не следует. Почему? Дело в том, что Абитрептилин является самым старым антидепрессантом из ныне существующих. Абитрептилин относится к классу трициклических антидепрессантов, то есть с наиболее тяжелыми и массированными побочными эффектами. Строго говоря, к положительным моментам такого препарата, как Абитрептилин, относятся только два, причем один момент весьма условный – это широта его действия. Поскольку это совершенно не селективный препарат, он действует на большое количество рецепторов, не только на серотониновые, но и на адреналиновые, но и дофаминовые, мускариновые, холиновые и так далее. За счет этой широты действия Абитрептилин, опять-таки, это не вполне укладывается в рамки доказательной медицины, но, тем не менее, такие сведения есть. Абитрептилин может быть более эффективен при тяжелых, затяжных, неподдающихся лечению резистентных депрессиях. Естественно, принимать решение о таком лечении должен врач и желательно в стационаре. Вторым плюсом и, пожалуй, единственным однозначным плюсом Абитрептилина является его низкая стоимость. Но многочисленные фармакоэкономические исследования, которые проводились в разных странах мира, доказывают, что использование дешевых и тяжелых препаратов, в том числе и тяжелых антидепрессантов, таких как Абитрептилин, тяжелых в смысле побочных эффектов тяжелых, сводит на нет все положительные моменты от их низкой стоимости. То есть гораздо лучше использовать современный препарат, пусть он будет более дорогой, чем старый и токсичный препарат, который будет более дешевым. Что касается токсичности Абитрептилина, она затрагивает практически все органы и системы. Абитрептилин обладает кардиогепатонефротоксичностью. Абитрептилин крайне негативно влияет на предстательную железу, ну если мы говорим о мужчинах. Абитрептилин, как я уже сказал, кардиотоксичный препарат, и его надо с крайней сторонностью применять при заболеваниях сердца. Ну, почки и печень я тоже уже упомянул, но тут без особой специфики, просто тяжело переносится. За счет холиновых, за счет того, что Абитрептилин воздействует на холиновые рецепторы, мы можем наблюдать сухость во рту, задержку мочеспускания, ну и вообще массу побочных эффектов. Более того, за счет вот этого вот своего холилитического эффекта, Абитрептилин может вызывать также, ну опять-таки это пока не доказано в полной мере, но, тем не менее, исследования на эту тему есть. Длительное применение Абитрептилина может приводить к повышению риска развития деменции. Стоит ли использовать такой препарат в амбулаторной практике без однозначной необходимости и невозможности, абсолютной невозможности использования другого препарата? На мой взгляд, это совершенно неоправданный и ненужный риск. Конечно, возможно, в определенных условиях, в определенной ситуации, да, это было бы оправданно. Но, судя по вопросу, самостоятельное использование такого препарата для лечения непонятно чего, опять-таки ничего в этом письме об этом не сказано, я бы категорически не рекомендовал. То, что касается дозировок, это еще один минус этого препарата. Дело в том, что если современные препараты, относящиеся, допустим, к ингибиторам рептейка, серотонина, норадреналина, назначаются, как правило, на один прием и могут быть назначены сразу в терапевтической дозировке, да, там порядка, ну, если, допустим, для циталопрама дозировки 20 мг в день, да, то для Амитрептилина дозировка может варьировать от 50 до 300 мг в сутки. То есть подбирать эту дозировку надо индивидуально. Поскольку мы говорим о тяжелых побочных эффектах, они могут появиться на любом этапе. То есть сам процесс подбора дозировки Амитрептилина в эффективной дозировке может затягиваться на несколько недель и месяцев. Имеет ли смысл, опять-таки, в угоду применения препаратам, самого дешевого препарата в этом классе, затягивать лечение на такой промежуток времени? Имеет ли смысл рисковать развитием этих тяжелых побочных эффектов? На мой взгляд, это совершенно нецелесообразно. Но, опять-таки, я еще раз говорю, если это назначает врач, он должен, естественно, оценивать все возможные побочные эффекты, сложности терапии и, может быть, какие-то плюсы от применения именно этого препарата, то при определенных условиях может быть это и оправдано. Но самостоятельно использовать этот препарат в амбулаторной практике я бы категорически не рекомендовал. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале youtube.com Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.